Уважаемые коллеги, давайте начнем с того, что я повторю свое мнение, принятие бюджета с таким колоссальным дефицитом, а это не только 143 миллиона, прибавьте сюда еще 74, предлагается дефицит 74 к примерям, которым исполком в любом случае должен быть компенсировать и судебными издержками плюс. То есть предлагается в таком виде бюджет принять не со 140 миллионами дефицитов, а более 200 миллионов дефицитов. Это первое. Второе, я считаю, что принятие такого бюджета с таким колоссальным дефицитом, это преступно. Перед народом нашим. Понимаете, как хотите. Третье, если даже мы примем, найдем консенсус и будет не хватило одного голоса и проголосуем за 1 миллиард 6 по доходам и расходам, то я повторяюсь, как и в прошлой сессии говорил, здесь уже заложен очень большой дефицит. Потому что 1 миллиард 6 доходной части не будет. Там не менее чем 100, может и 150, и 200 будет доходов меньше. Это уже заложен дефицит. Дальше. Я хотел бы спросить, конечно, сейчас, может быть, не обсуждение, но говоря о резервах, каким образом, это уже к управлению финансов, каким образом готовился бюджет по доходной части? Делался ли анализ? Я должен понять, какие доходы могут быть. Анализ деятельности наших предприятий. Была ли живая работа, как то было раньше, по предыдущим башкам, когда были полномочия в районах и с районов, работали со всем районом, с селами, конкретно с каждым предприятием проводился анализ, какие у них проблемы, какие доходы ожидаются и так далее. И было понятно, примерно, какие цифры приблизительно, что можно будет ожидать. Этого не делается. Штаты колоссально раздуты, все перетянулись в Топкомбрат. Говорим о резервах. Пожалуйста. В 2016 году Башканам было продавлено через, на последние сессии предыдущего состава, решение о приобретении двух зданий банков. Мы, говоря, в контексте раздутости штатов и необходимости сокращения, эти два здания нужно продать. Тогда около 11 миллионов потрачено. Могу ошибаться, 10 миллионов на покупку этих зданий. Вот, пожалуйста, эти деньги. И потом, сократив людей, плюс дополнительные резервы. То есть, в таком направлении нужно работать. Я считаю, что мы не должны обсуждать другие вопросы, даже по поездке, до тех пор, пока не укрим бюджет. Если мы все-таки не можем, вам уже понятно, что не можем найти консенсус, я не намерен следующее вопрос обсуждать. Прежде чем скажу несколько слов по существу, я хотел бы вернуться, не называя никаких имен, и сказать, что незаслуженно был оскорблен депутат Железобла тем, что он получает заработную плату и так далее. Есть разные у нас должностные лица, которые получают заработную плату, но он как раз таки один из тех, которые сполна отработают свою заработную плату. Это первое. Второе. Что касается этого вопроса. Да, я согласен, Георгий Иванович, с вами в том, что Владимир Михайлович долю ответственности несет за то, что было в 2016 году в Терапонтике. Есть доля ответственности. Но это не говорит о том, что мы сегодня не должны поддержать. Это очень правильная идея, мы должны принять это. Но я тоже солидарен с Георгий Ивановичем. Снимите, пожалуйста, чтобы мы его не провалили. В противном случае, этот вопрос будет провален. Через неделю поголосуем все единогласные.